Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 31 октября, Православная Церковь совершает память преподобного Иулиана Персинина. Преподобный Иулиан родился от незнатных и небогатых родителей. В юности своей он не получил внешнего образования, но приобрел истинное познание христовой веры не на словах только, но на деле. Достигнув совершеннолетнего возраста, Иулиан удалился из мира и поселился в одной пещере, находившейся в Парфянской пустыне. Здесь он старался по возможности обуздать все свои житейские похотения и возвыситься над всем скоро приходящим и тленным, для чего он только однажды в неделю принимал хлеб с солью и водой. Утешением же и духовным питанием для него служили псалмы святого пророка и царя Давида, и непрерывное размышление, и молитвенная беседа с Богом. Как светильник, поставленный на вершине горы, не может быть скрыт, так и праведная жизнь святого не могла укрыться от людей. Малого о святом подвижнике скоро достигла до слуха людского, и вскоре к Иулиану собралось много лиц, желающих проводить свою жизнь под руководством и по примеру жизни святого. Испросив позволения у святого отца, они поселились около его пещеры в палатках, сделанных ими, и стали подвязаться под руководством мудрого наставника. Недолго прожил вместе с пришедшими святой Иулиан. Желая проводить жизнь в полном уединении и молитве, он оставил братью и удалился за пятьдесят верст вглубь пустыни, где и стал проводить вполне уединенную жизнь, и только изредка, ради научения, приходил к оставленной им братье. Однажды, когда святой, преподав наставление братья, намеревался отправиться в пустыню, его усердно стал просить взять с собой юноша по имени Астерий, воспитанный в неге, но имевший такое усердие к благочестию, которое превышало еще его силы. Иулиан сначала отговаривал этого юношу от трудного путешествия в пустыню, где при этом даже не было воды, но убежденный его желанием склонился на его просьбу и взял его с собою. С радостью последовал за старцем Астерий, по прошествии же трех дней он ослаб и стал изнемогать. Наконец, обессиленный, он стал умолять святого старца, чтобы Иулиан сжалился над ним и облегчил его положение. Святой позволил ему идти назад, но Астерий был настолько обессилен, что не мог уже идти, при том он и не знал, как возвратиться к пещере. Тогда человек Божий, тронутый страданием своего спутника, снисходя к слабости его, преклонив колено, так усердно молился Богу о спасении юноши, что даже оросил землю слезами. Молитва святого была услышана. Капли слез его, упавшие на землю, извели из нее водяной источник. Говоря о высоком достоинстве молитвы Иулиана, нельзя не упомянуть и о кротости его, свидетельством которой был такой случай. Однажды Астерий, вышеупомянутый ученик святого Иулиана, сделавшийся уже сам подвижником и руководителем других, и нередко посещавший своего любимого учителя, в знак усердия к нему, принес на плечах своих в дар ему большой мешок смокв. Он нес на себе эту тяжесть в продолжение семи дней пути. Смущенный и огорченный тем, что ради него другой человек так утрудил себя, Иулиан не захотел воспользоваться его трудом и отказался принять приношение. Когда же Астерий стал уверять старца, что не служит тяжести со своих плеч, пока тот не согласится принять приношение, тогда преподобный, хотя и тяготился принять пищу, добытую трудом другого, но увидев искреннее желание услужить ему, принял эту услугу. Исполню требование твое, сказал тогда святой, только сложи поскорее с себя эту тяжесть. Однажды во время молитвы преподобный услышал глаз, возвестивший, что император Иулиан-отступник скоро погибнет. Вскоре пророчество исполнилось. Трудами преподобного на горе Синай был воздвигнут храм в память обретения святым пророком Моисеем скрижалей завета. Как-то встретился ему на пути больной, лежавший при дороге, который, прикоснувшись к краю его одежды, тот час встал и пошел за ним, как хромой за Петром и Иоанном. Преподобный возвратил болящему не только телесное здоровье, но и утвердил его в православной вере. Затем он возвратился в свою пустыню, прибыв там до глубокой старости, и мирно отошел ко Господу. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, апостола и евангелиста, апостола от 70 Луки. Празднуется обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Володского, волоколамского чудотворца, мученика Марина Аназаровского, великомученицы Златы Хрисы, Андрея Воскресенского пресвитера, Сергия Бажанова пресвитера, Николая Соколова пресвитера и Сергия Гусева пресвитера, гелесоветы Крымовые. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тесаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!